Деревья, кустарники и пешеходные зоны. Важно не пропустить ни один из участков потенциального проживания самых назойливых кровососущих. Сегодня, начиная с 4 часов утра, бригада по инсектицидной обработке распыляет химикаты на всем протяжении главной достопримечательности Самары – городской набережной. Еще буквально пара дней и зеленые островки этого общественного пространства заполонили бы комары, омрачив жителям вечерние и утренние прогулки. Вот сегодня сделали первую обработку по всей территории набережной. Будем обрабатывать еще два раза. Всего в году мы обрабатываем три раза. Следующая обработка у нас будет в июне и в конце июля. Кроме набережной, специалисты планируют обработать и другие прогулочные зоны города. В первых числах июня городские службы массово выйдут в парки и скверы Самары. Общая площадь химической обработки составит 209 гектаров. Своевременность распыления химикатов важна прежде всего из-за опасности распространения заболеваний, которые могут переносить комары. В число самых опасных из них входит западная лихорадка нила и малярия. Для людей и животных распыляемые вещества опасности не представляют, не влияют на стойкость раствора и погодные условия. Надо сказать, что по опыту эффект наступает через какое-то время. После того, как оседает этот препарат на растительность, он действует на насекомых парализующим способом. То есть насекомое должно сесть на эту траву и наступает парализация его организма и насекомое погибает. После полной обработки города начнутся инсектицидные обследования, которые помогут выявить наличие либо отсутствие комаров. Если насекомые продолжат атаковать жителей в прогулочных зонах, то по гарантийным обязательствам службы вновь выйдут на обработку. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.